Часть сцен российского известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предполагалось снять в Молдове, в антураже советского поезда, который, как говорят создатели фильма, сохранился в первозданном виде только у нас. Идея принадлежит директору фильма Сергею Бирюкову, который родом из Молдовы. Об этом он рассказал в одной из передач на 5-м канале. Мы улицы. Мы одни в этом городе люди. Все странно, черт знает, что происходит. И у вас в голове такой же бардак. Я тебя этого учила! И везде воровать! Один из наиболее популярных нынешних сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» дебютировал в ноябре прошлого года в России. История о подростковых бандах, существовавших в Казани в конце 80-х годов прошлого века, вызвала в сети активное обсуждение, вплоть до призывов запретить фильм. Сергей Бирюков, уроженец молдавского города Фалешты, уехал в Россию в 2005 году, где построил успешную карьеру в киноиндустрии. Он являлся продюсером фильмов «Елки последние» и «Елки новые», а также сериала «Нина» в 2022 году. Он также работал в команде творческой группы продюсера сериалов Федора Бонтерчука. В интервью нашему телеканалу директор сериала «Слово пацана» Сергей Бирюков поделился с нами подробностями съемок. Съемки происходили сложно, потому что это была зима, это был жуткий мороз, это все-таки не Молдова, это была Россия, это город Ярославль. Мы снимали в 20-ти градусные морозы. Очень тяжелый кастинг был до этого, мы где-то около двух лет, и мы делали всероссийский кастинг. Даже, кстати, закидывал удочку на Молдову, даже в свой родной город Фалеште, но там почему-то жуту нет, ну, никто как-то чуть не отозвался. Сергей Бирюков отметил, что планировали съемки сериала, в том числе и в Молдове, в сохранившемся до сих пор старом советском поезде. Но эта идея, по его словам, не была реализована. Только в ней сохранился этот советский поезд «Зеленый». Вот он остался. Я вышел на Серегу, Сергей сказал, что есть, выслал фотографии, мы начали с ним искать локации, остановились все-таки на Кишиневе, скорее всего. Боялись, что не пустят актеров в нашу страну? Да, это основная причина. Сейчас политическая обстановка такая. Никто даже не возмущался, не спорил с этим, не плакал, не стерил. Ну, вот сейчас такая ситуация. Ну, как бы, что мы можем сделать? Ну, мы решили не рисковать. Главный герой фильма – 14-летний подросток, обычный советский пионер из бедной семьи. Он помогает своему однокласснику, хулигану Марату, улучшить свой английский поведение. Между мальчиками завязывается дружба, и Андрей становится членом подростковой банды, которая контролировала улицы, боролась за территорию, устраивала вооруженные разборки, а также участвовала в грабежах. Сериал завоевал популярность в России и в других странах бывшего Советского Союза. В России он был удостоен премии «Белый слон» как лучший сериал 2023 года. Второй сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте», как ожидается, выйдет весной 2024 года.